Новороссийск. Музыкант и мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов Антон Платонов играет на адыгском народном инструменте «Камыля». Наш интерес был вызван рассказами именитых мастеров адыгской аутентичной музыки и народных инструментов Замудина Гучева и Заура Нагоева, которые поведали нам об интересном русском мастере из Новороссийска, не только освоившем игру на адыгском «Камыля», но и разработавшем новые формы народного инструмента. Чтобы познакомиться с Антоном, мы специально приехали в Новороссийск и провели с мастером весь день. Он оказался интересным, увлекательным собеседником, открытым к общению. Я очень глубоко переживаю все, понимаете, для меня нет понятия музыка других народов. Я вырос, я родился в Грузии. Я вырос среди грузинской музыки, среди грузинских застолий. Мне это все очень близко. При этом я в русской семье как бы рос. У меня там есть какие-то родственники в Сибири, у которых тоже свой музыкальный уклад. Но для меня это все одинаково родное. Был период в его жизни, когда Антон жил на четыре города, как он сам говорит – Новороссийск, Сочи, Краснодар, Майкоп. Именно в тот период, в 2003 году, он познакомился в Центре народной культуры Краснодара с хранителем музыкальных традиций адыгов Мадином Чагатлуком. Это знакомство стало знаковым. И раз в неделю приезжал к нему. И мы занимались музыкой. Мы много разговаривали. Мы прям, ну, так, очень тесно, очень тепло подружились, очень тесно. И, ну, играли музыку. То есть, ну, первые песни я с ним стал петь. И, естественно, он мне показал Камиль впервые. Но звукоизлечения, естественно, сразу мне не далось. Услышав Камиль один раз, Антон позже признается, что буквально заболел этим инструментом. Желание освоить его, научиться играть наряду с другими инструментами стало главной задачей. И в этом он добился больших успехов. В девятом международном фестивале адыгской культуры он стал лауреатом второй степени, исполнив на Камиле народную танцевальную мелодию Загахят. В мастерстве по игре на национальном инструменте тогда состязались исполнители из Германии, Канады, Турции, Абхазии и разных регионов России. Не просто играть, а чтобы изготавливать Камиль, Антон изучил народные фольклорные традиции, подружился с известными на Кавказе Камляпща, мастерами аутентичного исполнения на Камиле Замудином Гучевым, Зауром Нагоевым, с мастерами по производству адыгских музыкальных инструментов, а также прикладного искусства. Знания от общения позволили лучше изучить инструмент. В паре с Артуром Абидом из Адыгейска он ходил на сборы камыша для Камиля. Сборка Камиля происходит так, что это примерно как сбор грибов, то есть мы не берем все подряд, то есть я каждую, каждую, я во-первых ее визуально претляю, потом еще прощупываю до самого корня, и только там если все параметры там совпадают, то я тогда срезаю, ну там надламываю. Из этого Камиля очень непросто сделать Камиль. И все, что вы можете увидеть, есть музыкальные клипы, где ребята делают Камиль из Камиля. И многие Камили, которые мы можем даже увидеть в книгах у Замудина, они, к сожалению, музыкально нерабочие инструменты, очень часто. Потому что, чтобы подобрать, то есть это больше визуальный инструмент, понимаете, такой интерьерный. Потому что, чтобы найти правильную заготовку для Камиля, это очень-очень трудно. Нужно, не знаю, насобирать их там сто штук, и из них там штуки три могут подойти. Антон часто бывает здесь, на территории памятника природы Суджукской лагуны. Прилегающий к ней дендропарк вдоль лимана, соленого озера на берегу моря, любимое место для игры на Камиле и других музыкальных инструментах, которые он носит с собой в чехле. Единение с природой должно быть способствует полному погружению в музыку. Наш герой не просто мастер-любитель народных инструментов. Глубокое, на научном уровне изучение народных музыкальных традиций лежит в основе всей его музыкальной деятельности. Нужна непрерывная традиция, некая фольклорная. И этой традиции, я так понимаю, ее уже с 19 века изготовление Камиля из Камиля, если все-таки она была. Но с 19 века ее, видимо, все-таки уже не существует. Он – автор ярких творческих проектов с оригинальными названиями «Колебатель», «Ятрышник», «Трибушет», успешно работает с авторской песней. До 2019 года со своей группой активно занимались гастрольной деятельностью. Антон Платонов – автор лекций по кавказским инструментальным традициям, по черкесским топонимам Новороссийска. Готовится к лекции по античным духовым инструментам. Вместе с супругой Ганной, которая поддерживает все творческие начинания мужа и является активным участником его проектов, они прошли курс музыкального обучения в рамках фестиваля средиземноморской музыки на греческом острове Крит и получили подтверждающие дипломы. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную трою многих людей города посетил и обычаи видел. Много духом страдал на морях о спасении заботясь жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных. Я Гомером могу рассказывать в течение полутора часа. Студия музыканта «Святая святых» поражает обилие всевозможных музыкальных инструментов на полках, на стенах, на столе, везде, куда падает взор. Многие из них сделаны самим мастером. Сколько, он не считал. Наверняка это сотни, а может и тысячи инструментов, 90% которых ушли по заказу за пределы страны. Мир музыки Антона Платонова не знает границ. От античного Авлоса до аддикского Камыля. В его студии в прямом смысле рукой подать. Мы с бжедугами решили, что это у нас модель называется Яныш Камыль. Таких еще до меня, по-моему, никто не делал. Почему он самый максимальный из возможных? Потому что дальше пальцы не достанут. Алюминиевый, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время, и мастер, и музыкант Антон Платонов решил расширить музыкальные возможности адыгского инструмента. Взяв за основу классический камель, он преобразовал его и свое изобретение назвал неокамель. Я разработал модель, которая задействует шесть пальцев, один нижний, и назвал впоследствии его неокамель. Там разные были варианты названий. Мы с Ганной в свое время выбрали неокамель, типа новый, нео по латыни, приставка. Там, где шесть отверстий, появилось девять, это уже хроматический неокамель. Далее мастер сделал для инструмента насадку. Этому нововведению также была своя причина. Как считает Антон, все новшества расширили возможности национального инструмента и сделали его еще более совершенным в пользовании. Вот такой слайд, камель. Это когда у нас гриф с традиционными отверстиями и со звукорядом традиционным, но имеется вот эта штука, которая пластиковая. Очень многим музыкантам неприятно соприкасать металл с зубами. Обращаем внимание, что всюду висят пхачичи – адыгские трещотки работы Айдамира Потокова. Встречи с адыгскими мастерами, в том числе Шичапшинау и Камляпши, у Антона случаются регулярно. Это видео из личного архива Антон выложил на своей странице ВКонтакте. Почему аутентичная музыка, аутентичные инструменты? Вы больше музыкант, чем мастер? Наверное, больше музыкант, да. Наверное, больше музыкант, но иногда… У меня, знаете, вот как синусоида такая по жизни. То есть в какие-то моменты волна идет, я больше в мастерской пропадаю, а в какие-то мы гастролируем. Она постоянно меняется. А сейчас я не знаю даже, вот какая фаза. Ну, я много работаю в мастерской, вот, но в связи вот с еще толком не отошедшей пандемией, мы, конечно, мы мало выступаем. Вот, практически все проекты свернут. Ну, вот колебатель мы какие-то даем концерты раз в три месяца, но это же тоже не регулярная гастрольная деятельность. Мы в своем творчестве, мы никогда не пытаемся развлекать. То есть для нас музыка, она важна и красива сама по себе, без ее развлекательной функции. Я просто вот играю ту музыку, которая вот есть во мне. Творчество мастера многогранно. Впереди много планов. За день общения с Антоном мы убедились в правоте его слов. Для него нет понятия, сколько других народов. Для него это все одинаково родное. Наверное, поэтому его флейта мира звучит, заполняя собой все земное пространство, затрагивая струны человеческой души, а возрождая лучшее, чем может гордиться настоящим мастер, чем может восхищаться каждый человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok